идем дальше ну хоть тоже пропускаю нет пропущу в одном кино я показал в одном из фильмов не выдержал о успехах в чужих садах а сюда перенес только один пример вот почему еще раз прошли годы уже даже годы опять у железового вырастут вы купите уже семена косточки абрикосовая вырастут детские жандели потому что железов смешанный сад внимание абрикос королевский привит на местную желтую сливу и сиренка присылали пока мы не видим мимо фамилию но клянусь богом я богом не шучу что я тут не добавлял ничего и так это и сиренка привит на сливу и я бы если бы этот товарищ был боевик селекционера а может он селекционер а я не знаю а вот удачу привил но теперь можно в эту веточку взять и опять на сливу и второе поколение 3 я вам показывал что это фотография не дичают не мельчают но королевский вот все равно слива на него как-то подес он конечно королевский королевский но чуть-чуть меньше чем должен быть и окраску заран на какой сливу на желтую краску поменял а мне все нет нет вот эти вот эта компания собралась и дурит в голову и дурит но не знают сами сами не знают смотрите на фотографии учитесь ведь я не скрываю ни от кого ведь это не я это самое это не моя физиономия это все по-честному и вот она абрикос пожелтел и теперь никто я этот отец этого не сорта клона я отец этого клона я не узнаю но я должен верить ему я же они посол какой-то желтый абрикос нет я посол королевский внимание самая сенсация до того я люблю вот понимаете эти дамы они оскорбили меня брата оскорбили сына оскорбили они заслужили того не то что их ненавидеть но их высмеивать мы можем потому что это такое невежество это не желание знать ничего только то что было сто лет назад вот но это как знаете как когда-то кто-то взял два колеса соединил рамы вот не было цепной передачи не по этих самых шестеренок ничего села топлив с ногами поехал вот они на том же уровне остались смотрите сенсация начали полюбуйтесь спичин коробок видели что написано внимание добрый день валерий константинович а тут начали про персики внимание сейчас сейчас персики перебили в общем так я потом так так долго искал короче говоря здесь не хватает пустяка эти выросли и сеянцы тоже королевский тоже не узнать вот как же мне сделать чтобы не поверили вот крестюсь вот есть у меня а вот потом перерыв найти перерыв найти в общем не особая папка короче я хотел сенсацию преподнести но без этого текста не выглядит сенсации там написано что а это из косточек получились крупнее другой раз я уже это показывал и в отдельном фильме а я вам показывал в отдельном фильме теперь про персики это персики выросли теплицы вот получились они крупные видите вот такие вот и вот эти вот 67 грамм теплицы не всегда чуть крупней вот теперь добрый день валерий константинович вот столько собрала косы персиков хасанский но не после перегнивших после съеденных она же вопрос задает слушайте сюда некоторые промывала но они не всплывали могут ли они быть зрелыми для посадки естественно могут вот то есть жизнь сама покажет может быть вы ели еще зелеными тогда не знаю может быть допустим вы их сорвали съели почему вы сами пишите для еды собрали ну это вы потом расскажете хочу потом продать когда взойдут продавайте и дома в холодильник может часть посеять под зиму обязательно посеять но если они плохие стоит ли возиться стоит возиться иначе вы не наш человек наши люди всегда рискует эти выращенные из ваших косочек талия-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля из ваших косочек из косачек всего второй год подозрешен но наелись и варенье наварили Корсаков в Сахаринской области. Галина Яковлева. Вот так вот. Из косточек. Ну, есть вопросы посерьезнее. Давайте вот этот вопрос посмотрим. Роман Пусынин. Толковый мужик. Для государства в кавычках вся эта селекция незаконно рожденная. А чтобы ее принял какой-нибудь холхоз, даром к сорту нужно приложить регистрацию селекционных достижений с допуском ворачивания в конкретной области. Вот. Ну, сами понимаете, для нас любители это недостижимо. А сколько их в Орфе? Так вот, средняя регистрация сорта гороха 600 тысяч рублей. Сорта пшеницы 2,5 миллиона. Ну, ну. То есть не тебе 2,5 миллиона, а ты 2,5 миллиона. Поняли, нет? Кукиш. Это это нам с вами кукиш. Вот. Как там говорят уритки, денег нет для вас, но вы держитесь. Ну, ладно. Не нравится, идите в бизнес. А вы знаете, вот это, как-то перефразивающее. Не нравится, идите нахер. То есть денег нет. Ну, вы понимаете, смысл-то какой. Да. Давление начинает повышаться. Дачный купаж. В России земли полно, а закупает Китай и Турция яблоки, виноград, помидоры, груши и так далее. Лишь бы друзей не обидеть. Но это уже политика. Тут без политики никуда. Вот. Сейчас, знаете как, мне всех жалко. Я же, у меня одна восьмушка крови польская, да? Вот. Одна восьмушка немецкая. Получается. Еще украинская четвертинка. И 50% русской. Я знаю свои прайсы. Вот. И мне до слез обидно, когда у поляков, у крестьян, подчеркну, у крестьян, когда сейчас гниют яблоки, это кого наказали? Кого яблоки гниют, потому что нельзя отправлять в Россию? Кого наказали? Крестьян наказали. Таких же, как наши крестьяне. Там предатели сидят. Самые настоящие. А мне за этих, вы думаете, у Польши у сволочи, у поляков сволочи. Вот. Поляки такие же работяги, как мы с вами. Украинцы такие же работяги. Кого наказали? У моего друга, у этого самого, что он не мог организовать эту продажу в России персиков? У него же персиков сгнил. На каких? Это политика все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...